Всем привет! 1 июля. Вы на канале про деньги и рынки. Меня зовут Максим Журавлев. Сразу вопрос на засыпку. Почему бананы с Эквадора стоят дешевле, чем морковка из соседней области? Владимир Владимирович, подскажите, пожалуйста, как так получилось, что у нас бананы с Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Вот такая цена. И также вопрос по картофелю. Откуда вот такая цена? Вот как прожить человеку, например, зарплатой прожиточному минимуму с такими ценами на продукты? Вообще-то кто-то контролирует у нас цены в России или они сами по себе как-то устанавливаются? То есть кто придумал какую цену, то есть мы можем такую цену и написать. Я, если правильно записала, морковь была 110, бананы 70, а масло 500-600. Вот я морковь и бананы записала. Значит, смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит. Оказывается, мировые индексы растут, мировые товарные рынки растут. Это тенденция во всем мире. Поэтому вот, судя по всему, и бананы стоят дешевле с Эквадора, чем морковка из соседней области. Я не случайно начал именно с этого сегодняшний обзор, именно с роста цен. Дело в том, что тут любопытная информация со стороны Центрального банка России к нам поступила, которую нам необходимо обсудить для того, чтобы нам в дальнейшем принимать решения, и вообще понимать, что происходит. Также в этом обзоре мы с вами, конечно же, посмотрим валютную пару доллар-рубль и обсудим коротко ситуацию вокруг котировок нефти. Приступаем. Начнем с вами со статистики, которая была вчера опубликована. Вот достаточно любопытные цифры. Начнем с запасов нефти. Мы с вами видим, что в США продолжается тенденция по сокращению запасов сырой нефти. В общем-то, это положительная новость для рынка нефти. Тем более, в преддверии заседания ОПЕК+, который состоится сегодня, но эту тему мы, кстати, еще отдельно будем разбирать в следующих обзорах. Также вчера у нас были данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе экономики от АДР в июне в США. По итогам вот этих вот последних данных мы увидели, что прирост, в общем-то, есть лучше, чем прогнозировали специалисты-эксперты. Но здесь отмечается то, что структура занятости в США, она немножко такая вот своеобразная. То есть, в основном, наблюдается прирост в секторе услуг и развлечений. А вот реальные секторы производства, фабрики, заводы и так далее, там, наоборот, немного такая, знаете, отрицательная динамика. Поэтому здесь на самом деле вопрос. Но да ладно, в любом случае, эту статистику рынок воспринял на ура. Да, если мы глянем индекс, например, S&P 500, общий сводный индекс широкого рынка, так называемый, то мы видим, что рынок у нас с каждым днем все выше и выше. И в какой-то момент торгуется уже практически своего абсолютного максимума. Так, ну вернемся мы к цифрам. Тем более, здесь цифры еще и по России были опубликованы. Кстати, вот смотрите, вот мы с вами начали сегодня с выступления, вчерашнего выступления президента Путина, который отвечал на вопросы. Это вот так называемая такая расширенная была пресс-конференция, прямая линия и так далее. И вот задавали ему вопрос. Конечно, вопрос инфляции и роста цен в России – это крайне такая наболевшая тема в последнее время. И что здесь интересно и, на мой взгляд, крайне любопытно. Смотрите, значит, здесь есть цифра по поводу роста реальных заработных плат в России. Так вот, в апреле реальная зарплата выросла на 7,8%. То есть, это намного лучше, чем эксперты ждали. И, естественно, на достаточно большое количество пунктов выше, чем это было в предыдущий период. Но, судя по всему, мы говорим про март. То есть, плюс 7,8% рост реальных зарплат. Теперь, минуточку, давайте посмотрим, что такое реальная заработная плата. Вообще, реальная заработная плата – это, по большому счету, разница между номинальной заработной платой и индексом цен на товары и услуги, наиболее популярной. То есть, те, которые мы сами покупаем в магазине. Имеется в виду, конечно же, эквадорский банан и морковка соседней области. То есть, получается, что, с одной стороны, мы сами видим рост инфляции в России. То есть, она растет. И Центральный банк это признает. Тем более, вот мы давно говорили, что, скорее всего, будет повышать процентную ставку. Да и мы это и сами понимаем. И в итоге мы видим, что, оказывается, реальная зарплата у нас на самом деле тоже выросла аж на целых 7,8% в апреле. То есть, как это понимать? Как эту статистику трактовать? По идее, наоборот, должно быть. То есть, когда цены растут, реальная зарплата, как правило, падает. Но если мы сами видим, что плюс 7,8% в апреле, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, в какой отрасли, в каких компаниях, в каких сферах деятельности, у кого выросли такие зарплаты. Может быть, мы все переквалифицируемся и будем работать, например, вот в этих отраслях. То есть, это означает, что настолько повысили зарплату, что даже рост цен в экономике, в магазинах вовсе никак не отразился на реальной зарплате. Она, наоборот, даже выросла. Поэтому вот достаточно интересная статистика. Ладно, давайте дальше. Теперь смотрите. Значит, валютная пара доллар-рубль у нас вчера немного подросла. Продолжающийся рост мы сами увидели. Но сейчас мы к ней вернемся и к нефти вернемся. Еще вот очень интересная информация от Центрального банка России. Вот здесь давайте остановимся поподробнее. Итак, вот на РБК у нас вчера была опубликована статья. На Биулина не исключило изменение параметров таргетирования инфляции. Если говорить по-русски, таргетирование – это значит управление инфляцией и приведение ее к заданному параметру. Сейчас мы с вами знаем, что заданный параметр у нас 4%. И на Биулина на каждом своем выступлении, на пресс-конференции, как мантру, твердит, что инфляция должна находиться вблизи 4%. И более того, цель Центрального банка – зафиксировать, заикарить так называемое понятие инфляцию на уровне 4%. Чтобы она, например, была 3,9%, 4,1%, 4,2%, но в среднем примерно около 4% она крутилась. Естественно, что в данном случае, если мы говорим про таргетирование инфляции, то Центральный банк, безусловно, проводит свою кредитно-денежную политику, ориентированную как раз на эти 4%. И эта политика в чем заключается? Ну, во-первых, с одной стороны, она, конечно же, заключается в такой внепопулярной и непубличной мере. То есть, эта мера, которую мы с вами не знаем, да, вот в открытых источниках, по крайней мере, нигде это официально не прописывается. Я имею в виду печатный станок. А вторая часть этой политики – это управление процентной ставкой. И вот здесь интересно. Смотрите, вот сейчас все говорят про повышение процентной ключевой ставки, да, и, вероятно, она дальше будет расти. Это делается для того, чтобы побороть инфляцию. Мы с вами знаем из учебников, например, экономики классических о том, что когда процентная ставка поднимается, деньги становятся дороже, и значит, вроде бы инфляция должна спадать. Это такой, знаете, монетарный инструмент. Но есть и обратная сторона повышения процентной ставки. И эта обратная сторона заключается в том, что если процентную ставку будет поднимать, и она будет достаточно такими агрессивными темпами расти, это означает, что долговая нагрузка в компаниях, которые, в общем, берут в кредит, например, займ для того, чтобы развивать свой бизнес, может быть, иметь какую-то другую долговую нагрузку в плане, там, на обязательств, например, по каким-то ценным бумагам, по облигациям, корпоративным и так далее. Короче говоря, при повышении ключевой ставки растет долговая нагрузка на реальный сектор экономики. То есть, с одной стороны, мы боремся с инфляцией, а с другой стороны, мы делаем деньги дороже, и они, в свою очередь, меньше, собственно, попадают, да, вот, ну, это вот так вот, простыми словами, попадают в реальный сектор экономики в меньшем количестве, а не потому что дороже становятся. И это означает, что инвестиционные программы крупных компаний могут быть, ну, по крайней мере, под вопросом. То есть, в конечном итоге, высокая процентная ставка, это тоже нехорошо для реальной экономики. И в итоге получается, что центральный банк стоит, ну, грубо говоря, где-то при выборе, да, на выбор у него становится. Либо повышать процентную ставку и бороть инфляцию, либо все-таки не задирать процентную ставку, чтобы не загнать реальный сектор экономики, грубо говоря, в угол. Так вот, что здесь сказано в этой статье? А здесь сказано, что центральный банк изучает возможность пересмотреть цели по инфляции. То есть, вот эти 4%, о которых уже много лет говорится, там, более 5 лет или около 5 этого того, около того. Короче говоря, в течение 5 лет Банк России всегда говорил, что 4% от нашей ориентиры. И в этой статье здесь много, конечно, написано, сейчас не будем полностью пересказывать, здесь небольшая история, предыстория. Но, в общем, итоги здесь, общий итог в том, что центральный банк, скорее всего, видимо, согласится с тем, что цены начали расти в экономике в России. И, значит, нам нужно подстроиться, нам, я имею в виду, центральному банку нужно подстроиться под реальности в экономические. И, видимо, изменить цели по инфляции сделать, например, не 4%, а, например, там, ну, предположим, 4,5 или 5%. Понятно, что для нас это кажется нелепым, 5% инфляции в экономике, но мы с вами говорим в среднем по экономике. Реальная инфляция, конечно, намного выше. Вот только что мы говорили, что у нас еще, оказывается, зарплаты реальные выросли. Так вот, получается, что здесь центральный банк, видимо, отдает зеленый свет росту цен. И вот рост цен, например, на бензин, на морковку, на эквадорские бананы, например, ну, я примерно говорю, да, там, какие-то другие виды товара и услуг. То, скорее всего, центральный банк в какой-то мере, видимо, будет позволять и дальнейшему росту цен. И чисто с монетарной точки зрения, конечно, с одной стороны, есть популистские меры, да, то есть, например, глава кабинета министров Мишустин говорит, что они там какими-то соглашениями подписывают между торговыми сетями и производителями. Чтобы сбить цены. Но это директивные методы, это не экономические методы. А вот чисто экономические методы имеется в виду процентная ставка. То есть, здесь, судя по всему, центральный банк, ну, я лично это как расцениваю, как расписывается вне способности дальше бороться с ростом цен. Он готов согласиться с этим, согласиться с ростом цены, просто-напросто поменять вот цели по инфляции. Скорее всего, поднять их выше, чем они есть на самом деле. Вот такие вот, на мой взгляд, не совсем радужные, не совсем позитивные выводы мы можем с вами сделать. Вот, я по традиции оставлю ссылку вот на эту статью в первом прикрепленном комментарии. Те, кто желает почитать более подробно, обстоятельно и вдумчиво, пожалуйста, почитайте. И там все это будет написано. Но и в завершение, давайте буквально коротко по нефти. У нас еще одна интересная новость. Дело в том, что Россия в апреле опустилась на третье место со второго в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США. Итого, мы поставили 26 миллионов баррелей. Ну, а если убрать нефтепродукты, оставить чисто нефть, то мы и вовсе на скатили шестое место по объемам поставок нефти в Соединенные Штаты Америки. И вот здесь, кстати говоря, достаточно интересная тенденция. Почему мы эту новость с вами затронули? Да потому что, вот знаете, буквально как-то вот, может быть, месяц назад Путин, помните, говорил, что Россия может отказаться от доллара в расчетах. И если, например, Россия откажется от расчетов за нефть, российскую доллара, да, то есть будет за рубли, например, продавать российскую нефть, то тогда якобы это совсем будет плохо миру и вообще все будет плохо. Но на самом деле, смотрите, какая история. Мы опускаемся в рейтинге по поставкам нефти в США, поэтому, вы знаете, тут двоякая игра, да, получается, тут палка-то с двумя концами. С одной стороны, вот эти заявления, что мы откажемся от доллара, они сразу же приведут к тому, что рубль российский будет укрепляться до небывалых масштабов, потому что пока что те, кто покупает нашу нефть, они, конечно, будут вынуждены сначала купить рубли, а потом только купить нашу нефть и рубли. И в этом смысле просто российская нефть стоит неимоверно дорогой в плане экспорта российской нефти, потому что если за рубли будем продавать, потому что рубль – это менее ликвидная валюта по отношению к доллару США. Собственно, вот и все, выводы вот однозначные, поэтому здесь, я думаю, громко заявлять. Но и вишенка на торте по поводу доллара. На рейтинге опубликован материал о том, что оказывается доля доллара США в валютных резервах по миру выросла до 59,5% в первом квартале по сравнению со значением 58,9% в предыдущем квартале. То есть по миру центральные банки, наоборот, нарастили количество долларов своих резервов. С другой стороны, здесь сказано в этой статье в том, что на резервы снизились именно долларовые резервы с 6-9 триллионов долларов. И буквально на несколько миллионов долларов США небольшое снижение, тем не менее, наблюдается. Но при этом наблюдается более серьезное снижение резервов именно в евро, которые упали на 4,4%. И вот смотрите, здесь структура какая мировая, имеется в виду. То есть 6,9, грубо говоря, 7 триллионов долларов США это именно в долларах. И 2,4 триллиона это в долларом выражении именно в евро получается. И здесь сказано, что доля китайского юаня, наоборот, увеличилась до 2,4 в первом квартале с 2,2%. То есть мировые центральные банки немного даже увеличили долю китайского юаня. Вот примерно такая структура, но это в целом по миру, поэтому достаточно любопытная информация. Что касается российского рубля курса по отношению к доллару, то здесь вот этот вчерашний всплеск, конечно же, ему нужно найти подтверждение, поскольку вот если мы сравним, например, объем, который вчера вышел именно на бирже, да, и при этом так называемый спред между началом торговли и окончанием торговли, то видно, что внутри этого дня вчера были в том числе и продажи доллара. Поэтому будем аккуратнее здесь. Это уже со спекулятивной точки зрения. Пока не будем рано радоваться, да, не будем здесь сильно хлопать в ладоши о том, что доллар начал расти или рубль падать. Давайте вот сейчас пока посмотрим, чем это все закончится, конструкция, тем более у нас впереди есть уровни сопротивления. Но это с точки зрения тактического трейдинга, поэтому вчерашний торговый день, на мой взгляд, пока еще не является показателем. Что касается нефти, то по нефти ждем сегодня ОПЕК+. Каковы будут решения? Ну, по крайней мере, по нефти пока что тренд восходящий, тем не менее, еще пока не сломлен. Друзья, вот такая картина дня на четверг, на 1 июля, на первый день второго летнего месяца. Как дальше будет картина развиваться, конечно, покажет время. Подписывайтесь, комментируйте и до встречи в следующих видео. Пока!